здравствуйте дорогие подписчики и гости канала вы смотрите видео версию сайта на земле инфо выпускаемую специально для тех кому сложно или не хочется читать ссылку на текстовую версию вы найдете в описании к видео фаленопсис и орхидея в чем разница чудесное растение фаленопсис по внешнему виду напоминает бабочку красота этого цветка притягивает взгляды а схожесть с орхидеями вызывает множество вопросов насколько трудно содержать это растение в домашних условиях можно ли считать фаленопсис орхидеи давайте разберемся так в чем же разница фаленопсис относится к роду эпифитных растений из юго-восточной азии в природе обитает во влажных равнинах и горных лесах это тропическое растение получило название благодаря директору ботанического сада карлу блюме который спутал его с бабочкой слово фаленопсис с греческого так и переводится мотылькова подобный эти цветы очень красивые и нежно любимые поклонниками орхидных фаленопсисы относятся к семейству орхидей но сами по себе представляют отдельный род растений они стоят в одном ряду с такими родами орхидей как ванда дендробиум цимбидиум и другие таким образом на вопрос можно ли назвать это растение орхидеи есть вполне внятный ответ да можно в этом не будет ошибки однако более точным определением будет служить название рода слова орхидея и фаленопсис могут быть синонимами с точки зрения биологии роду присущи все особенности семейства орхидей другими словами все фаленопсисы орхидеи но не все орхидеи фаленопсисы от других орхидей фаленопсис отличает следующее неприхотливость растение не требует к себе повышенного внимания и будет хорошим вариантом для начинающих цветоводов переносимость влажного воздуха нет потребности в температурных перепадах при разведении нет необходимости в плотном и тяжелом грунте фаленопсису грунт служит опорой не более чем отличается внешний вид фаленопсиса от других орхидей орхидеи узнаваема по мелким или крупным листкам светло-зеленого цвета в основном они твердые длинные и заостренные фаленопсис же имеет полукруглые листья собранные в плотные красивые розетки его мощные серо-зеленые корни выходят за пределы горшка в отличие от большинства других орхидей фаленопсис может цвести неоднократно конечно самая узнаваемая часть растения прекрасные цветки внешне напоминающие бабочек особенности ухода ухаживать за этим экзотическим растением не особенно сложно определенные правила помогут вам добиться успеха содержать растение рекомендуется в пластиковом или прозрачном горшке не керамическом это связано с необычным строением корневой системы фаленопсисов для которого крайне важно соблюдение влажности почвы оптимальная температура содержания 20 25 градусов летом не ниже 18 градусов зимой внимание в отличие от других орхидей фаленопсис не любит перепады температур более чем в 5 10 градусов старайтесь соблюдать влажность в помещении где содержится фаленопсис и не ниже 40 процентов при сухости воздуха рекомендуется опрыскивать растение минимум дважды в неделю избегая попадания влаги в пазухи листьев поливать фаленопсис нужно не слишком часто в жару каждые 2-3 дня весной и осенью раз в неделю зимой раз в две недели для подкормки фаленопсиса вам понадобится специальное удобрение для орхидей или комплексное минеральное удобрение один раз в 10-12 дней подкормку ни в коем случае нельзя лить на сухие корни только в мокрый субстрат очень важно выбрать правильное место для фаленопсиса в отличие от других орхидей фаленопсисы любят хорошее освещение продолжительность цветового дня должна составлять не менее 12 часов зимой потребуется подсветка необходимо изредка поворачивать растения на 180 градусов во избежание кривизны стебля переворачивать фаленопсисы во время формирования бутонов не рекомендуется пересаживать фаленопсис рекомендуется раз в год после цветения растение не переносит длительного затопления садовая или лесная почва ему не подходит подбирая грунт учтите что субстрат должен обладать следующими качествами легкость рыхлость воздухопроницаемость смесь может состоять из мха кусочков коры растений древесного угля выводы фаленопсис относится к семейству орхидей но все-таки отличается от них по ряду признаков один из них заключается в том что по своему содержанию фаленопсис менее требователен чем другие орхидей придерживайтесь следующих правил поливайте цветок равномерно и регулярно избегая перелива следите за влажностью в помещении соблюдайте световой день избегая прямых солнечных лучей выдерживайте оптимальную температуру 20-25 градусов не переохлаждайте растения прикармливайте растения умеренно если вам давно хотелось завести орхидею но останавливала сложность в содержании этого растения позвольте фаленопсису украсить ваш подоконник при соблюдении несложных правил растения будет радовать вас чудесным видом круглый год фаленопсис слэкальства сейчас я буду забывать то для выбор самый трик я буду подсудить чтоativa это иногда ну Продолжение следует...